Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин, а с нами на связи израильский журналист Марк Котлярский. Здравствуйте, Марк! Да, здравствуйте, Михаил! На днях КНС, израильский парламент, отклонил законопроект, поданный от коалиции о декриминализации каннабиса в Израиле. У того, что произошло, есть политическая составляющая, почему так случилось, что законопроект был отклонен, о ней мы тоже поговорим, но сначала я хотел бы услышать ваш комментарий о практической стороне этого дела, я имею в виду декриминализации каннабиса. У него есть как много сторонников, так и много противников. Каждая сторона приводит свои доводы за и против. Скажите, пожалуйста, какой точки зрения придерживаетесь вы и почему? И вообще в чем состоит суть декриминализации, которая предлагается? Ну, значит, учитывая тот факт, что у нас уже как бы каннабис или масло каннабиса, во всяком случае, используется в медицинских целях, и более того, есть уже такая статья доходов для государственной казны, как экспорт медицинского каннабиса, и Израиль занимает чуть ли не одно из первых мест в мире по экспорту медицинского каннабиса, и это действительно огромные деньги в государственную казну. То есть, но решили пойти еще дальше, собственно говоря, если у нас каннабис применяется для медицинских целей, то зачем, так сказать, уголовно преследовать тех людей, кто использует этот каннабис, скажем так, в личных целях, в целях личного пользования. И с этой целью и был, собственно, разработан закон, вот, и даже не один закон, а два закона подано. Один закон, инициатор одного закона, это Шарин Хаскель, из, значит, партии, я хочу, говорю, из партии Новая Надежда, Тиква Хадаша, это партия Гидона Сара, а второй, значит, закон, это закон Габи Ласки, партии Мерец, вот, он тоже, в принципе, звучит как закон о декриминализации каннабиса. Значит, с моей точки зрения, безусловно, я считаю, что этот вопрос достаточно сложный, и вы правильно сказали, что есть как огромное количество сторонников ведения этого закона, так и есть огромное количество противников этого закона. Причем каждый из тех, кто высказывается за и против, имеет свои соображения, и те, о которых он говорит громогласно, и те, о которых он умолчает, безусловно. Значит, на мой взгляд, действительно, если говорить, опираясь на современные, последние современные исследования, которые говорят о том, что на самом деле, опять-таки, я цитирую, я не медик, и я как бы не исследователь этого вопроса, я цитирую только то, что видел в средствах массовой информации, что есть исследования, которые говорят о том, что каннабис сам, то есть марихуана, то есть то, что называется, или каннапля, как его называют, да, оно на самом деле не вызывает привыкания. И те, кто курит эту травку, да, то есть как бы употребляет марихуану или каннабис, он не является наркоманом. То есть при условии, еще раз повторяю, при условии, что он использует ее только для личного пользования. Есть правила, которые говорят, что имеется в виду под личным пользованием, это определенное какое-то количество, и, естественно, как бы, конечно, не распространение марихуаны, не продажа ее, а то есть использование исключительно в личных целях. Поэтому, на мой взгляд, если исходить из этого, из того, что я сейчас сказал, то, конечно, я считаю, что надо легализовать употребление марихуаны, учитывая, что перекрыть доступ к тому, чтобы запретить ее запретами, ни один вопрос не решается, это доказано уже давно. И, кстати, очень многие из тех, я не буду говорить, кто это, кто выступает против легализации марихуаны, на самом деле преследуют свои четкие и понятные цели, учитывая, что продажа марихуаны, продажа наркотиков – это один из самых прибыльных в мире бизнесов. А если можно будет спокойно пойти для личного пользования, условно говоря, купить какое-то количество, которое разрешено законом, купить в аптеке или в суперфарме, то, конечно, вы представляете, какой урон наносится этим наркокартелям, у которых давно налажена массовая торговля той же самой марихуаны. Поэтому, как бы, на мой взгляд, есть здравое зерно в том, что необходимо, учитывая этот факт, что медицинская марихуана уже регализована, мне кажется, есть такая возможность, есть такой вариант, что можно будет действительно утвердить этот закон о декриминализации. И, собственно говоря, еще одна из благих целей, которым обосновывается принятие этого закона, это то, что у многих ребят молодых, которым это записывается как некий негатив, это будет просто элементарно убрано из их документов и не будет служить препятствием их карьере или их каких-то там продвижению по службе, условно говоря. Так что есть действительно масса плюсов в этом вопросе. Ну вот те, кто являются противниками этого, я сейчас оставляю в стороне криминальную сферу, о которой вы упомянули. То есть люди, которые получают с этого большие доходы, естественно, они, как вы сказали, являются противниками декриминализации и легального доступа к наркотикам. Ну вот, согласно данным управления по борьбе с наркотиками, если сейчас декриминализировать и сделать свободной продажу наркотиков для личных целей и так далее, то за один год считается, предполагается, полтора миллиона израильтян будут употреблять впервые и будут потом употреблять каннабис. А 150 тысяч из них, согласно этому же опросу, могут впать в наркозависимость. Хотя вы сказали, что это как бы каннабис не приводит к наркозависимости. Но опять-таки здесь тоже есть разные точки зрения. Скажите, пожалуйста, Одним из главных доводов противников является то, что государство в лице своих, скажем так, карательных органов не сможет в данном случае контролировать, кому оно продает, кто покупает, для своих нужд или не для своих. Сегодня не секрет, во всех магазинчиках висит объявление о том, что алкогольные напитки и табак продаются с 18 или даже 21 года. Что не мешает молодежи прекрасно обходить эту формальность, никто у них документы не спрашивает, они покупают спиртное, я уже не говорю о табаке, особенно в пятницу, в субботу, когда идут ночные дискотеки, и все знают, к чему это приводит. Так если государство не может справиться с контролем даже продажи алкоголя молодежи, как же оно будет справляться с продажей каннабиса? Мир, совершенно справедливый вопрос, но это, если уж говорить откровенно, то это проблема не тех, кто курит каннабис, это проблема государства. Вы очень правильно заметили, очень правильно заметили, это вопрос больной, и он заслуживает отдельного обсуждения. Государство не в состоянии контролировать и регулировать очень многие вопросы. Понимаете? С другой стороны, давайте подойдем здраво, да, вы прекрасно знаете, например, вы жили там долгое время, или знаете этот там район Яфа-Дален, скажем, да, где располагается культурный центр Бейтрека, и все прекрасно знают, что недалеко оттуда есть точка, где в любой момент, в любое время можно подойти там к дырке-заборе, протянуть там какую-то денежку, и получить в ответ травку или наркотика, или что-то в этом роде. И что государство что-то делает для того, чтобы эту точку закрыть? Государство делает что-то для того, то есть так, не считая каких-то спорадических рейдов. Государство делает для того, чтобы полностью перекрыть наркотрафик? Нет, конечно, государство сегодня, не только израильское государство, а вообще государство, структура как таковая, оказывается совершенно бесполезной структурой во всех этих вопросах. Но с другой стороны, я не согласен с вами, что так уж все обходят вот тот же самый запрет на алкоголь. Все-таки на какое-то определенное количество народу это действует. Я не говорю, что оно исключает вообще. Нет, конечно, вы правы. Есть те, кто обходит. А есть те, кого эта надпись, скажем, все-таки останавливает. Хоть частично как-то. Поэтому все эти сказки по поводу того, что 150 тысяч, сядут, станут наркозависимости, это всего лишь навсего, простите, попытка, попытка себя обелить, попытка как бы объяснить себе, что зачем нам лишняя работа? Мы скажем вот сразу, что вы, ребята, будет у нас плохо. У нас будет плохо, потому что мы не в состоянии будем с этим справиться. Так у меня встречный вопрос. А вы что, справляетесь с борьбой с наркотиками? Я знаю, что на самом деле я беседовал не раз и с наркоманами, и с людьми, которые слезли с иглы. Они мне рассказывали страшные вещи по поводу того, что творится сегодня с этим вопросом. Поэтому, Миша, я скептически отношусь к этому. И вы правы, безусловно, что государство вряд ли что-то может сделать. Но это проблема государства, потому что с запретом ничего не решишь. Понятно. Теперь у нас осталось пару минут по поводу политической составляющей этой всей истории. Вы уже упомянули, что законопроект был подан представителями коалиционных партий, но не прошел, потому что против, естественно, проголосовала вся оппозиция, и законопроект не поддержала партия РААМ, арабская партия, которая входит в коалицию. По поводу позиции партии РААМ существует две противоположные точки зрения. Одна, что, как вы уже помянули, она лоббирует интересы тех, кто занимается организованной продажей нелегально наркотиков, и поэтому, естественно, пострадают ее интересы. Но с другой стороны, партия РААМ говорит, что такое декриминализация каннабиса принесет в арабской общине, которая не представляет, настоящую катастрофу, потому что условия там совершенно иные, чем в еврейской общине Израиля. И это тоже трудно снимать со счетов. Это первая часть моего вопроса, как бы к этому относитесь. И вторая, против проголосовара партия Ликут, ну, естественно, чтобы насолить коалиции, именно партия Ликут накануне предыдущих выборов, вносила это в свою программу, что она будет добиваться декриминализации наркотиков. Это все, на ваш взгляд, чисто политические игры, что с отношения Ликуда, что в отношении партии РАМ, не имеющие отношения к сути проблемы, или все-таки здесь проблема есть? Давайте так, разделим, опять-таки, ответ на две части. Первый, который касается партии РАМ. Дело в том, что, вот как ни странно, эти две противоположные точки зрения, о которых вы говорили, Михаил, они имеют место быть. И та точка зрения, и другая точка зрения. Это и то верно, и то верно. С другой стороны, каждый из нас, кто так или иначе бывал, или проезжал мимо, или заезжал каким-то образом там, где живут арабы, ну, что мы там будем это самое строить из себя невидных детей? Огромное количество этих кальянных, где люди сидят, пьют кофе, и курят заодно кальян, травку, все, что вы хотите. То есть, это в традиции Востока. Вообще, вот эта травка, каннабис, кальян, это традиция Востока. Значит, надо исходить из этого. И надо, так сказать, посмотреть, так ли это на самом деле будет трагично, как об этом говорит Мансур Аббас. Да, то есть, что это вызовет какую-то якобы некую большую катастрофу. С другой стороны, безусловно, существуют наркопути, наркотрафик, и, безусловно, в какой-то стороне хочет он этого или не хочет, но партия Мансура Аббаса действительно в какой-то степени прикрывает, может быть, даже не желая того, прикрывает тех, кто вот этот наркотрафик организует. Это если говорить по первой части вопроса. Что касается Ликуда, то я хочу сказать, что это действительно политические игры, и тут виноват не Ликуд, а виновата сама инициатор закона, вот это Шарян Хаскель, потому что из того, что я читал, говорится, что ей предлагалось не выносить, причем коалиция сама ей предлагала, не оппозиция, а коалиция, не торопиться с тем, чтобы выносить закон на повестку дня, доработать его до такой степени, чтобы он был приемлем для всех, и для оппозиции, и для коалиции, и предлагали отложить, чтобы обсудить этот закон на следующей сессии креста, учитывая, что 8 августа парламент, проработав немного, бедные не утомились уже, они уже отправляются на каникулы, и вернутся только в начале октября, так вот, Шарян Хаскель было предложено не выносить этот закон на обсуждение, хотя это ее закон, и она, учтите, она уже второй раз терпит фиазка, это не первый раз, когда она выносит закон, ей говорили, что не надо торопиться, давайте, как бы мы все-таки подождем до следующей уже осенней сессии, она не согласилась, и, причем, что опять-таки все СМИ пишут о том, что коалиция пыталась ее отговорить, ей пытались доказать, что не надо, как бы, пока выносить, потому что он заранее обречен на провал, и тем не менее, как бы, более того, и даже вот на одном из ресурсов было написано, что в приватных беседах, то есть понятно, что не на камеру, не для пресса, представители коалиции просто высказывали резкое недовольство Шарин Хаскель, потому что она, во-первых, выдвинула этот закон, совершенно неподходящий момент, а во-вторых, так сказать, просто, то самое, она нарушила какой-то определенный уже консенсус в каких-то вопросах, который же стал налаживаться между оппозицией и коалицией, поэтому, как бы, это да, безусловно, тут уже вина конкретного депутата, никто ее за язык не дергал, ей пытались объяснить, что лучше, как бы, не выносить пока закон сырой, и он еще не отвечает всем требованиям, она пошла, решила, что ее собственное эго выше всего, и поэтому, собственно говоря, закон был, не знаю, обречен изначально на провал. Ну хорошо, не страшно, пока курить не будем. Не, не будем. Не будем. Марк, спасибо за ваш комментарий, всего вам доброго. Всех благ, Михаил. На этом все, напомню, что с нами на связи был израильский журналист Марк Котлярский. До свидания.